Здравствуйте, дорогие ученики и зрители нашего канала на YouTube, Академия Альфа Топ. Сейчас мы будем рассматривать скручивание, такой мануальный прием для поясничной области. Его делают по-разному, и вот сейчас я вам покажу, в чем разница. Для начала нужно человека положить на бок, да? Ну, например, спиной ко мне. Нет, нет, давай, знаешь, давай сначала спиной туда. Да, спиной на левую часть. Ну, от меня, от меня. Вот так вот, двигаясь на столе, ближе ко мне. Показываю первый вариант, как это делают. Коленку, которая ближе сгибает в колене под 90 градусов и опускаем ее вот так. Стоим возле колена и вот это вот, ну, к примеру, вот такая поза, да? Как обычно там показывают или лучше, да? Получается, расслабим, расслабим. Давление мы оказываем в ягодицу, а тут в плечо. Не бойся, не упадешь. Вот. При такой позе, я считаю, она минимально как бы эффективна. Может быть там только для каких-то грузных людей или там малоподвижных. Вот еще иногда придерживаемся коленом, чтобы он не сполз. Штук, давайте рассмотрим, какие ошибки. Во-первых, он может упасть. Во-вторых, здесь нужно бедро, чтобы оно было максимально поднято вверх. Ну, не максимально, а под прямым углом к телу человека. Соответственно, его как-то надо держать. Если вы тут стоите, вы будете противодействовать сами себе движению. Перейдите сюда, оно сползет. Движение в упор, вот так вот делать в ягодицу, оно минимально полезно, потому что может, ну, мы в мякоть, как грубо говоря, действуем, нажимаем, да? А нужно нам найти вот гребень подушек кости, и вот он выпирает, да? Вот тут у него выпирает косточка, и давить, соответственно, вот в эту сторону. Ну, тогда разворачиваться нам будет тяжело. Здесь давим в плечо непосредственно, да? Плечо тоже достаточно подвижное, оно просто начинает сдвигаться, и человеку будет больно. Не больно все здесь? Нет? Вот. У него немножко напряжена нога, мы видим, да? И шея, видите, напряжена. Значит, исправляем эту позу на более правильную. Сдвигайся на середину стола с всем корпусом. Вот. Голова должна лежать, желательно, за плечом на столе, вот она уже лежит, развернуто. Эту колено вперед, репетику прямую, вот, делаем, да? За счет того, что она вот немножко свисается со стола, уже идет немножко натяжение, да? То есть уже поясница тянется немножко, да? И упираемся, вот эта рука нам мешает. И надо убрать либо за голову, либо назад повесить, ну, как удобно человеку, да? И вот, чтобы коснуться вот этой косточки, тут, кстати, видно, вот она выпирает, видите? Вот в нее мы, на самом деле, двигаем, разжимая, скручивая позвоночник. В нее можно упереться, если руки не хватает, силу рук, да? Упереться локтем. Вот так мы вот ее поддеваем, как бы, косточкой своего локтя, вот этой косточкой, да? Вот этой. Мы упираемся, не знаю, видно, да? Вот кость локтя. Давайте упираемся своей костью в его кость. И давление оказываем более мягко, видите? Я кладу всю руку на грудину. То есть вся грудина, не растягиваются мышцы плеча. Некоторые вообще бывают давят прямо на подмышку. Ну, глупо, не надо сюда давить. Здесь лимфоузы находятся, просто можем их повредить. Более мягко оказываем давление здесь. И здесь, как бы, подворачиваем эту косточку на себя. В итоге движение у нас получается вот такое, спиралевидное. Нам не надо просто вот так сдвинуть параллельно, да? А нам еще надо немножко раздвинуть. Тракция должна быть в момент этого приема. Вот еще раз схватил и показываем с тракцией. То есть по спирали. Тут диагональ туда идет, а тут диагональ туда. Вот раз. Сделали. Как? Но, видите, тут на самом деле только позе, он немножко расползает. Видите, у меня нога расползла. Можно ее держать. Тогда можно подойти с этой стороны. Вот так вот. Ну, тоже неудобно, на самом деле. Как еще некоторые делать? Я покажу, чтобы было удобнее. Залазит на стол. Ну, и те же самые приемы нужно делать и на полу, я вам говорил, да? Смотреть, как вам удобнее, но с другой стороны и правильно должно быть. Тут сила приложения у вас гораздо больше будет. Во-первых, ваша масса находится над человеком, да? А во-вторых, сила рук, видите, гораздо шире и больше. Вот эту косточку нащупали и растянули ее. Но еще более правильно, я считаю, способ, это когда сам человек больше закреплен со столом или с тем местом, где находится на кушетке, например. Постарайся подвинуться чуть-чуть выше к голове. Вот так вот, ага. Стоп, 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 хвост, хвост, хвост. Заднюю его ногу распрямляем. И постарайся держаться этой ногой вот здесь, за стол, да? Эту ногу сгибаем в колени под 90 градусов. Второй рукой ты ее держишь, да? Если хочешь, чтобы максимально еще больше стянулось, можно ее с осталось весить. Так, свободно висит, да? Голова опять лежит за плечами. Расслабляй голову, расслабляй, 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 расслабляй. Где больно? Вот, просто расслаблено. Ну, рука, опять же, либо за голову идет, либо вот за вас заходит. Вот, таким образом, смотрите, он, во-первых, уже закреплен, да, везде. Во-вторых, вот я накладываю эту руку, всю грудину ему растягиваю. Всю грудину мчали, да? А этой рукой давление будет максимально сильное, снизу вверх. Вот так, видите, даже приседаю, и вот в эту косточку нахожу, и растягиваю. Вот уже был щелчок. Так, это сейчас мы отработаем. А теперь хочу сказать нюанс. Помните, я говорю про вот эти мышцы, которые идут внутри брюшины, да, и поднимают вот эту ногу нашу, да. Соответственно, делая вот такое вращение, скручивание, мы в основном воздействуем на позвонки, ну, на сочленение L5-S1, L4-L5, да. Если хотим перейти на L3-L4 и L2-L4, тогда вот тут надо угол сделать повыше. К себе, к себе, наверное, выше поднимаю. Вот так вот все. Ну, да, придерживаем его. Вот, получится гораздо выше прием. Так, теперь смотрите, даю руку за голову, я обхожу с той стороны, и посмотри приемы воздействия, пока эта рука расслабься, здесь. Приемы воздействия, да, вот позвоночник, вы видите, да, мы щупаем его, а этой рукой, либо упираясь коленом в живот, слегка. Шевелим, крутим, проверяем угол, поднимаясь выше по позвонкам и выше колена, проверяем, где идет нестабильность или какие-то искажения. Таким образом мы диагностируем, и заодно этот процесс, он достаточно лечебный, то есть уже будет облегчение у человека. Вот, если, например, мы нашли искажение позвоночника, он, например, вот сюда, ну, ротирован позвонок, например. То можно поймать вот это положение, например, вот здесь, да, и растягивать его более мягко, нажимая сюда пальцами. Как раз эту область мы нашли, да, вот, руку назад, если получится вот так вот, вот, то есть я теперь буду конкретно этими пальцами поддерживать его и растягивать руками. Видите, я растягиваю, и сюда пальцами подгибаю. Насколько вам хватит сил? Вот. То есть вы поняли, да, я все равно этой рукой растягиваю, упираюсь в косточку, а эту руку вытягиваю в грудину, и я растягиваю в ту сторону. Со спиралью, еще раз показываю, со спиралью скручиваю его туда. Так, все, ложись на живот. Ну, соответственно, для здорового человека нужно обязательно повторить историю с другой стороны, да, для исправления каких-то искажений позвоночника вы делаете именно с той стороны, с какой вам надо. То есть, смотрите как, если позвонки повернуты в ту сторону, ну, в данном случае влево, да, то, соответственно, нам надо их повернуть обратно, да, тогда мы скручиваем с другой стороны, поворачиваем человека налево, на левый бок, на тот же самый, да, и скручиваем с этой стороны. Ну, логически вы представили, да, то есть, скручивая, мы что делаем, мы растягиваем противоположную сторону, помните, я на схеме рисовал, а с этой стороны мы их вставляем. Вот, еще раз показываю. Если они сдвинуты вот сюда влево, да, то с той стороны растягиваем мы, растягиваем чем? Когда скручиваем вот так вот, понимаете, с этой стороны они растягиваются, то есть поворачиваем таз человека вправо, вот туда. А с этой стороны оказываем давление. Иногда не обязательно прямо в позвонок давить, да, достаточно вот в гребен кости вот мы давим, да, и уже он за собой тянет один-два позвонка верхних. Так, ну, все, дорогие товарищи, друзья, господа, леди и девушки, приходите на наши тренинги, обучайтесь все это на живой натуре, приобретайте эти навыки прямо в ваши руки, с пылу, с жару, как горячие пирожки и используйте их в своей работе, повышая свою квалификацию, расширяя свои возможности вплоть до мануального терапевта, особенно если вы интересный ориентированный практик или просто массажист, вам наши приемы обязательно помогут расширить вашу деятельность и гораздо больше зарабатывать денежек. Так что подписывайтесь на наш канал и приходите на наши тренинги. Я Олег Лавгудвин вас всем научу.